Здравствуйте, уважаемые зрители! Наконец-то от семейства Тинни переходим к семейству Атмега. Я разберу двух его самых популярных представителей. В этом видео поговорим об Атмега 328, основы Arduino Uno, Nano, Mini, Micro, а в следующих об Атмега 8. В чем они похожи и чем отличаются, и когда одну можно заменить на другую. Начнем с характеристик Атмега 328. Я буду рассматривать вариант с литерой EAP, так как это более современный вариант, означающий технологию Pico Power, то есть с очень низким энергопотреблением. В основном данный микроконтроллер существует в двух корпусах. В DIP корпусе и обозначается Атмега 328 PU и в корпусе для поверхностного монтажа. Обозначается обычно AU. Не стоит только путать данный микроконтроллер с Атмега 328 PB. Несмотря на созвучное название, это совсем другой микроконтроллер. Он бывает только в корпусе для поверхностного монтажа. Во многом совместим с Атмега 328P, но есть и свои особенности. Как-нибудь поговорим и о нем. Характеристики микроконтроллера, я думаю, всем, кто знаком с Arduino Uno, хорошо известны. Это 328 килобайт флэш-памяти, 2 килобайта оперативной памяти SRAM, 1 килобайт энергонезависимой памяти EEPROM, 3 таймера, 2 8-битных и 1 16-битный и 6 каналов ШИМ. Это основные характеристики у нас. С учетом того, что именно этот микроконтроллер задействован в самых популярных платах Arduino, такие как Arduino Uno и Arduino Nano, то достаточно удобно тестировать проект на данных платах, а потом переносить готовый проект уже на сам микроконтроллер. Программировать микроконтроллер мы можем двумя способами. Либо через аппаратный UART, это у нас пины RX и TX, используя USB и TTL-переходник. Либо, как мы до этого поступали с микроконтроллерами семейства ATINI, использовать ESP-программатор, в качестве которого может выступать, например, Arduino Uno, Arduino Nano, или, например, USB-ISP-программатор и другие, которые поддерживают SPI-интерфейс программирования. У второго варианта есть важное преимущество, так как помимо загрузки скетча мы можем, меняя фьюзы, изменять режим работы микроконтроллера. Сможем заблокировать его от перепрошивки, установив лог биты и, если нужно, сбросить микроконтроллер к заводским настройкам. Плюсом же первого способа является то, что можем в сочетании с USB TTL-конвертером использовать обычный USB-интерфейс для перепрошивки микроконтроллера. Прежде чем программировать микроконтроллер, нам нужно установить библиотеку. Библиотека называется MiniCore. Ссылка на нее будет в описании к видео. Поддерживает она целый ряд микроконтроллеров, начиная с Atmega 8 и заканчивая Atmega 328. И также еще их разновидности. Для того, чтобы добавить библиотеку в среду Arduino IDE, в поле дополнительные ссылки для менеджера оплат добавляем следующую ссылку. Она также будет в описании к видео. И далее идем в инструменты, плата, менеджер плат. В списке находим библиотеку MiniCore и нажимаем установить. После установки в платах выбираем MiniCore Atmega 328. И нам доступны возможные настройки программирования и работы микроконтроллера. Прежде всего нужно выбрать вариант микроконтроллера. В моем случае это Atmega 328P. Может быть более старый вариант просто Atmega 328, либо самый новый вариант Atmega 328PB. Здесь мы выбираем частоту и либо внешний источник тактирования частотой до 20 МГц, по умолчанию 16 МГц. Либо внутренний источник тактирования частотой до 8 МГц. Далее перезагрузка по нижнему напряжению. Очистка или сохранение данных и пром памяти при прошивке микроконтроллера. Запись загрузчика при загрузке скетча, чтобы мы могли далее например по UART работать с микроконтроллером. И далее выбирается программатор, с помощью которого мы собственно и будем прошивать микроконтроллер. Я буду использовать USB-ISP программатор, но можно использовать любую Arduino, как мы делали в случае с ATtiny. Пару слов о распиновке микроконтроллера. Она выглядит следующим образом. У Atmega 328 в дип-корпусе 28 ножек, а в SOP-корпусе 32 ножки. Никаких принципиальных отличий нет. Добавляется пара АЦП пинов и пара пинов для подключения питания и земли. В общем больше для того, чтобы было по 8 ножек с каждой из четырех сторон. Теперь нарисуем принципиальную схему размещения микроконтроллера на плате. Я буду рисовать с помощью сервиса EASY EDI. У меня по нему есть подробный видео урок. Ссылка в описании и подсказках. Возьмем микроконтроллер в дип-корпусе и разместим его на принципиальной схеме. Далее уже поговорим о минимальной обвязке. Прежде всего конечно нужно предусмотреть питание микроконтроллера. К плюсу источника питания нужно подключить оба пина VCC, а к минусу 1 вывод GND можно подключить оба. Далее нам нужно как-то микроконтроллер программировать. Так что добавим в схеме 6 пиновый разъем для внутрисхемного программирования. Для этого нам потребуется задействовать 17, 18 и 19 ножку микроконтроллера. И еще первую связанную с ресет. Соединяем один с ресет. 3 и 5 с СЦК и МИСО соответственно. Четверка у нас идет к 17 ноге микроконтроллера МАСИ. Напротив ресет у нас земля, а внизу питание. Теперь так как мы решили выбрать внешний источник тактирования, то нам нужно добавить в схеме кварцевый резонатор. Так и введем в поле поиска кварцевый резонатор. Можно взять для схемы первопопавшийся. Он у нас кстати будет частотой 16 МГц, как и у Ардуино. И для стабильности его работы добавляем два конденсатора емкостью 22 пФ. Соединяем все с землей. Можно, чуть усложнив схему, предусмотреть возможность вывода отладочной информации в процессе работы устройства и отдельный разъем для этого. То есть отдельно разъем от ножек RX и TX и подключать какой-то монитор, куда будет выводиться служебная информация о работе устройства. Сюда же у нас будет выведено питание и земля, так как я уже говорил в своих прошлых видео, земля при обмене данных по UART должна быть общей со вторым устройством. Также возможна ситуация, что мы получаем данные от другого микроконтроллера или передаем ему результаты работы нашего скетча. Еще первую ножку связанную с ресет через резистор на 10 кОм подтягивают обычно к питанию. Вообще там есть встроенный подтягивающий резистор, но это как и в случае с кнопкой для экспериментов можно ориентироваться на встроенный подтягивающий резистор. А в готовых проектах лучше добавлять внешний резистор. Он почти ничего не стоит, но так надежнее. Вот такая вот у нас получается схема. Теперь повторим эту схему на макетной плате и загрузим тестовый скетч. Можно было бы просто помигать светодиодом, но это слишком скучно. Создадим пусть мини, но все-таки проект. Берем популярный датчик DHT11, который измеряет и влажность и температуру. И не менее популярный дисплей TM1637, куда собственно у нас и будут выводиться эти значения. ESP разъем у меня на переходной плате, чтобы было проще подключать его к макетке. Здесь красным проводом показывается как подключать USB программатор и где пин питания. Так выглядит готовый скетч. Использованы стандартные библиотеки для работы с датчиком и с дисплеем. Их легко можно найти в интернете. В настройках платы выбран внешний источник тактирования, соответствующий нашему кварцу в 16 МГц. И программатор у нас выбран USB-ISP. Но прежде чем загружать скетч, когда имеем дело с новым микроконтроллером, нужно посмотреть как у него выставлены фьюзы. Для этого подключаем USB-ISP-программатор к ESP-разъему. Запускаем программу AVERDUDE PROC. Я уже рассказывал о ней в отдельном видео. На всякий случай ссылку на ее скачивание оставлю в описании. Микроконтроллер выбираем от MEGA328P. Программатор USB-ISP. Или если в качестве программатора используете ардуино, нужно выбрать STK500. И переходим во вкладку Fuses. Здесь нажимаем кнопку чтения и смотрим какие фьюзы у нас установлены. У меня есть подробное видео, где я рассказываю что такое фьюзы и как с ними работать. Там же есть описание основных фьюзов. Видео делал на примере ATTINE13, но основные фьюзы и их назначения совпадают с MEGA. Ссылка на то видео тоже будет в описании и подсказках. Здесь особое внимание стоит обратить на делитель частоты на 8, так как если он установлен, таймеры, заданные в нашем скетче, могут работать неправильно. То есть 3 секунды может превратиться в 24 секунды. В каких-то случаях наоборот делитель нужно устанавливать, чтобы тайминги совпадали с аргументами соответствующих функций. Чтобы изменить значение фьюзов, соответственно нужно нажать кнопку программирования. Переходим к загрузке скетча. Проверяем программатор у нас выбран правильно и нажимаем загрузить через программатор. Идет процесс загрузки. Все скетч успешно загружен. На дисплее у нас выводится текущая температура и через небольшую паузу текущая влажность воздуха. И так в общем-то по кругу. Конечно в готовом проекте питать схему будем не от программатора, а например от 12 вольт через преобразователь, либо от 5 вольт, либо можно от батарейки или аккумулятора. Температура здесь в градусах Цельсия, а влажность в процентах. Обозначил ее буквой H. Сам скетч и ссылки на материалы из видео будут в описании. В следующем видео поговорим об от Мега 8 и в каких случаях можно заменить 328 Мегу на 8. И еще по ссылке в описании и закрепленном комментарии я размещу голосование на тему по какому еще семейству микроконтроллеров вам хотелось бы чтобы я сделал видео. Через неделю подведем итоги. В комментариях голосовалке можете писать какие еще темы интересны. Возможно по ним тоже сделаю видео. Все, всем спасибо за внимание. Скорейшего нам всем мира к завершении этой безумной войны. До свидания.